Альфред Крук был сыном сталилитейного промышленника Густого Крупа. Альфред управлял заводами Крупа во время Второй мировой войны, поставляя танки, оружие и амуницию немецким военным. В 1943 году он был назначен начальником Департамента горного дела и вооружения. Крук был бессердечным погонщиком рабов, инициировавшим обращение в СС с просьбой о рабском труде. Он активно сотрудничал с СС в приобретении рабочей силы из Освенцима. На его фабриках работало около 100 тысяч рабов из концентрационных лагерей, и около 70% из них умерли в результате ужасных условий и жестокого обращения со стороны охранников СС. В 1948 году Крук предстал перед американским судом. Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и лишен своего состояния. Однако в 1951 году верховный комиссар Джон Джей. МакКлэй не только помиловал его, но и вернул его имущество. В 1953 году Альфред снова стал главой фирмы и вернул компании Клюк ее былой престиж. Он умер в 1967 году, последний из семьи Крук, кто управлял фирмой.